МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И не сердитесь, что без разрешения. У фильма феноменальный успех. Позже его назовут одной из первых ласточек, грянувшей в стране сексуальной революции. А вместе с ней с Запада в Россию приходит и новый идеал красоты. Три почти магические цифры. 90, 60, 90. К началу десятилетия в России уже есть свои королевы красоты. Первую. 17-летнюю школьницу Машу Калинину знает вся страна. Она получает выгодный рекламный контракт и уезжает в США. На одной рекламе ты можешь получить до 80, а то больше тысяч долларов. В начале 90-х привычный мир переворачивается. Теперь советские девчонки больше не мечтают о карьере врача или преподавателя. На зарплату российского интеллигента можно купить пять десятков яиц и несколько батонов хлеба. А красота становится товаром, который можно выгодно продать. Начало 90-х было, это был ужас. Это был страх, потому что какие институты? Они побросали школы. О том, какие опасности подстерегают их в мире красоты, девушки даже не догадываются. В начале 90-х конкурсы красоты проводят в каждом городе. Мисс тракторный завод или мисс цеха готовой продукции. Организаторам без разницы. Они оценивают девушек, как стати лошадей перед забегом на ипподроме. Члены жюри называют конкурсанток мисками. Победить должны номер 31-25-11 финалистов. Главный приз конкурса – шуба. И романтический ветер в кругу организаторов шоу. А теперь банкет. Финалисткам незачем знать, где и чем закончится проплаченный конкурс. Один из первых конкурсов красоты заканчивается скандалом. Его спонсоры оказались бандитами из подмосковной группировки. Режиссер шоу Юрий Кушнирев до сих пор помнит, как его пригласили на встречу с новыми хозяевами Москвы. И один из этих людей, предварительно расспросив меня, чем я занимаюсь, сказал совершенно неожиданную для меня праву. Он сказал, ну что ж, я думаю, что мы примем общее решение и разрешим ему проводить конкурс красоты. Организаторы уверяют, первые конкурсы прибыль не приносят. Зато криминальный мир быстро понимает, через них можно отмывать большие деньги. Теперь бандиты правят бал. 5-10 тысяч долларов прям предложат. Если девушка его красивая, она займет место на манне. Ну, пойдет в тройку там. Даст двадцатку, займет первые месяцы. Отрабатывать средства спонсоров приходится самим девушкам. Журналисты узнали. После того же второго конкурса красоты всех участниц увозят на дачу к одному из благодетелей. Начало пресса писать, можно поднять газеты, что я, например, голым, купался с голыми девушками в бассейне. Чикса проканала фейцем кастинг на миску. Прорубилась в топ офигенно клевых. Сучили сявый гифт, пакет паленой штукатурки. Чикса в трансе. Распустила сопли по ветру. Но братва подкатила с мазой. Оттянуться на калоши бухла немерено. Крутые лабухи рубят боевики. Реально клевая туца, амбец. Бычара поволок в кубрик отрабатывать халяву. Отмазалась, носик попудрить. Слилась втихую. Для новых хозяев жизни конкурс красоты это еще способ выбрать себе ручную красотку. Тогда вообще была мода на модели. Иметь у мужчины девушку-модель, это было модно, это было круто. Особые брачные агентства подбирают длинноногих любовниц для бизнесменов. А для новых золушек это шанс найти. Как они любят говорить, богатого папика. Выйти замуж за миллионера. Об этом мечтает почти каждая девчонка из российской хрущобы. Курсы охотниц за состоятельными женихами открывают по всей стране. Девушек и разведенных дам ускоренными темпами обучают особой науке. Ей даже название придумали. Стервология. Высокие сапоги, вы у нас на панели собрались? Немедленно снять. Так, если мужчина у нас зажат. Молнию опускаем. И самое главное, стрельба глазами. В угол. На нос. На предмет. В угол. На нос. На предмет. Прием дореволюционный. Но работает безотказно. О том, что миллионеры предпочитают выбирать жен из своего круга, ученицам таких школ знать не обязательно. Каждая девушка хочет выйти замуж за олигарха. Это так ужасно. Не за принца, не за любимого. Это вообще глобальная проституция на всю страну. Это Петр Листерман. Состоятельные граждане, которым требуется невеста с параметрами Наоми Кэмпбелл, называют его продавцом лохматого золота. Звонит даже, допустим, олигарх и говорит, найди мне участницу конкурса красоты. Я ему говорю, старичок, она же могла, может быть, страшная. Он говорит, неважно, хочу, чтобы у нее был титул. В 90-е Петр организует для новых русских миллиардеров экзотические поездки за семейным счастьем. Париж, Мальдивы, Куршавель. Работает только по спецзаказам и за внушительные гонорары. Может обменять невесту на очень дорогой автомобиль. Живой товар ищет повсюду. Я дружу со всеми тренером художественной гимнастики, балетной школы, руководителей. Я просто со всеми люди шоу-бизнеса, телевидения, телеведущие, киноактрисы, где угодно. Если где что-то хорошее есть, мне звонят, Мосфильм, я приезжаю и смотрю. В стране появляются первые журналы для мужчин. Попасть на их страницы – мечта многих моделей. Но в некоторых агентствах портфолио девушек используют как каталог для состоятельных клиентов. В картотеке – сотни адресов и телефонных номеров. Барышни – на любой вкус. По неофициальным данным, 90% моделей, работающих на подиумах, конкурсах красоты, против своей воли втягиваются в занятия проституцией. Королевы красоты становятся жертвами сексуального насилия. Теперь ни одна вечеринка для очень важных персон не обходится без девушек с модельной внешностью. Состоятельные господа арендуют для банкетов корабли, на которых алкоголь по 200 долларов за бутылку льется рекой. Без казусов не обходит. 95-й год. Визит Бориса Ельцина в Красноярск. Вот президент спускается к пристани на Енисей. Справа пресс-секретарь Вячеслав Костиков. Видно, как раздражен Борис Николаевич. Есть отчего. По наблюдениям журналистов, Костиков уже успел хорошенько выпить. Развязка истории происходит на борту теплохода. Вячеслав Костиков, просто приняв на грудь, стал приставать с норовоучениями. Больше всех пресс-секретарь достал главу президентской охраны Александра Коржакова. Ему это просто надоело, и он приказал бросить его за борт. Вот. Что его окружение и сделало. Через несколько дней Вячеслава Костикова отправляют в почетную отставку послом России в Ватикане. Со стороны, кажется, удачливые красавицы купаются в роскоши. Дорогие машины, наряды от кутюр, влиятельные знакомства. Но это лишь на первый взгляд. За красивую жизнь приходится платить. Порой слишком дорогой ценой. 31 января 97-го года на вилле под Афинами убит Александр Солонник, более известный под кличкой Саша Македонский. Киллер номер один. Вместе с Солонником погибает и его подруга. Фотомодель Светлана Котова. Мисс России 97. Убийцы задушили Светлану Капроновым шнуром. Тело девушки расчленили, упаковали в чемодан и сбросили в пропасть. В 99-м бесследно исчезает мисс реклама Казани Мария Кузина. Ее мама каждый день приходит на могилу дочери. Она до сих пор не может поверить, что ее красавицы нет в живых. Вот Маша у нас. Людмила Даниловна рассказывает. Маша о карьере модели никогда не мечтала. Но однажды друзья предложили поучаствовать в конкурсе мисс реклама Казани 97. И неожиданно для всех она победила. После конкурса модельное агентство предлагает юной красавице контракт. Маша зарабатывает первую тысячу долларов. Немыслимые для провинции деньги. Но вскоре девушка бесследно исчезает. Последняя, кто ее видел, была подруга Эльмира. Она сказала, что она ушла, что при ней должны были быть деньги. Через несколько месяцев казанские сыщики ловят банду автоугонщиков. Во время допросов один из задержанных, Андрей Петров, признается, Машу убили именно они. Нужны были деньги на дозу героина. Ее вдвоем набросились. Один из них держал ее, а второй прижал подушку автомобильную. Потом тело после убийства выбросили в лес. А это подельник Петрова, Наиль Рахимзянов. Он подробно рассказывает оперативникам, как они душили девушку и прятали тело. Сожалеет преступник только об одном. У Марии при себе было лишь 900 долларов. А этими деньгами как ты распорядился потом? Сейчас что-то не понятно. Ну, я не знаю, там, пропил, долги раздал, потратил на что-то. Что угодно. Я не помню сейчас уж, с того времени прошло. Первые шаги красивой жизни оказались для Маши Кузиной роковыми. Маш, ты уж не обижайся, мы летом сделаем тебе все хорошо могилку. Все поднимем тебе. Догомыс, 99-й год. Эля Кондратюк, мисс очарования Сочи, подходит к гимназии номер 97. Неожиданно ее догоняет мужчина. Хватает за волосы, а резко дергает на себя. Его руки в резиновых перчатках. Эля пытается позвать на помощь. Но ее крик захлебывается в потоке соляной кислоты. Девушка ищет спасение в родной школе. Она прибежала именно в наш кабинет, где она училась со своим классом. Я ее не узнала, потому что это была уже не она. Это было совершенно другое лицо. Все, кто знают Элю, в шоке. Кто мог так жестоко с ней поступить? Подозрение падает на ее молодого человека, Рубена Григоряна. Как можно на меня обвинить, если я ее так люблю? Вот люблю ей, вот не могу. Только думаю о ней, больше ничего. Оперативники называют Рубена Григоряна преступным авторитетом. По данным следствия, он познакомился с будущей королевой красоты в ночном клубе. Делал ей дорогие подарки. Обещал помочь победить на местном конкурсе красоты. Но после триумфа Эля отвергает ухаживание на Зойлевого кавалера. И тогда он решает отомстить. И прилюдно ей грозит, мол, будешь умываться кровавыми слезами. И не знаю, что все-таки. Но все-таки надо гриппустили, зачерпать, зачерпать, зачерпать ее, чтобы не отгасало. А так все будет здорово. Следствию удается доказать. Именно Григорян за три тысячи долларов нанял двоих исполнителей. Адгура Гочева и Романа Дбара. Это было рассчитанное, холодное, нечеловеческое месть. Элеонора Кондратюк переносит десятки сложнейших операций. В Краснодаре, в Москве, а затем и в Германии. Врачам удается спасти девушке жизнь. Но зрение Келли так и не вернулось. Мраза не летит, это изверг. Какие столь, какие боли она испытывает. Победить в конкурсе – значит получить выгодное предложение от рекламного агентства. Ради этого некоторые участницы готовы даже на подлость. Обычная лавочка. Главное не переборщить. Одного осколочка достаточно, чтобы конкурентка вышла из строя прямо на подиуме. Запасную пару искать будет некогда. Пусть жюри увидит, какой синяк у этой гусыни на ноге. Победительница – контракт, а неудачница – до свадьбы заживет. Красивое тело в цене теперь и в новом шоу-бизнесе. Появляется целое поколение длинноногих и пышногрудых красавиц. Продюсеры уверены – главное не смысл песни, а сексуальность исполнительницы. На новых звезд эстрады можно смотреть, выключив звук телевизора. Даже такие звезды эстрады, как Алла Борисовна Пугачева, понимают – зритель хочет видеть своего кумира молодым и красивым. Выход один – пластическая операция. За любые деньги. Врачи предупреждают Пугачеву – коррекция фигуры может быть опасна для здоровья и даже для жизни. Но певица не раздумывает – ложится под нож в швейцарской клинике. Мне произошло заражение кровью, и мы могли практически потерять Примадонну в российской эстраде. По стране ползут слухи – Пугачева при смерти. Она никогда больше не сможет выйти на сцену. Крикнул! А в ответ тишина! Газеты пишут, что певица находится в клинике, под наблюдением доктора Владимира Виссарионова. Пластический хирург исправляет ошибки швейцарских коллег и буквально вытаскивает Пугачеву из могилы. Сам Виссарионов оправдывает Примадонну. Если бы она состарилась просто так, другие бы сказали злые языки. Да посмотри, что с ней стало, какая была и что стало, боже мой. Так что лучше? Я считаю, лучше первое. Посмотри, как хорошо выглядит. Молодец. Ах, как живется мне сегодня. Ах, как поется мне сегодня. Это съемка 1992 года. Помолодевшая Алла Пугачева заводит огромный зал своей энергии. Никто не знает, как тяжело дается певице это выступление. По сведениям журналистов, между номерами Аллу Борисовну колют специальными препаратами. Но она не сдается. 90-е соответствовать западным эталонам красоты хотят практически все звезды. Про печальные примеры никто не вспоминает. Скандальные журналисты уверяют, некоторые наши артисты почти полностью повторяют путь заокеанских предшественников. Людмила Марковна Горличенко, вот кто Майкл Джексон. У него даже на мочке носа уже были видны некрозы. Человек хотел получить красивый нос, но получается, что у него просто отваливались. Страну наводняет дешевая косметика и подпольные косметологические салоны. Шарлатаны от медицины предлагают женщинам коррекцию груди за час-полтора. Это были вообще уникальные методы, когда замораживали жир трупный. Замораживали ее прямо в пиалах, чтобы он имел форму, полусферы. И вот эти вот замороженные полусферы вводили для облегчения малыша желез. На этих кадрах Елена Демченко с трудом сдерживает слезы радости за свою дочь Аню. Девушка получает аттестат зрелости. Демченко Анас. Прекрасный, обаятельный и привлекательный. Мама гордится своей девочкой. Она уже совсем взрослая. Аня унаследовала изящество и красоту от своей матери. Но 38-летняя москвичка Елена Демченко своей внешностью не вполне довольна. Она обращается в клинику пластической хирургии. Женщину не устраивают жировые складочки на бедрах. Мама Елены до сих пор боится говорить перед камерой. И он мне сам сказал, что операция была ей не показана, что она очень просила, поэтому не согласилась. Пластический хирург берется, делает липосакцию. После операции ноги у Елены начинают синеть. Отек поднимается до живота. Ей трудно не только ходить, даже дышать. Я его спросила, я говорю, ну как же? Я говорю, уже в конце. Что же вы, если видишь, что она в таком состоянии, почему бы я не ампульсировала? Ну, я уже на это пошла, понимаете? Врачи успокаивают. Она обязательно поправится. Через несколько дней Лена Демченко не стал. Они закрыли ей глаза. Она как уезжала с открытыми глазами, с открытым ртом. Мы хотим, был врач, не поднякнуть глаза. Приехал ребенок. Она так испугалась. Ее так полотенце, так трескал. В Нижнем Новгороде скандал. Респектабельного владельца детского модельного агентства «Элитмода» Дмитрия Петраковского обвиняют в сводничестве. Нижний Новгород. Дворец культуры Горьковского автозавода. Студия Дмитрия Петраковского объявляет набор детей для съемок в рекламе. Родителям обещают «Золотые горы». За 10 занятий модельное агентство берет всего 200 рублей. Цена смехотворна. Даже для провинциального города. Но у родителей подозрений не вызывали. Дмитрий Петраковский принимает в свое агентство всех. Единственный критерий – ребенок не должен быть старше 15 лет. О том, что глава модельного агентства снимает детское порно и размещает его в интернете, некоторые родители узнали только через несколько лет. Исо года считается открытым! Сначала нижегородские милиционеры обнаружили интернет-сайт с откровенными фотографиями несовершеннолетних. Любой желающий мог заказать здесь интим с понравившейся девочкой. Тогда один из сыщиков под видом клиента знакомится с сутенером. Ну и, конечно, присутствует. В основном происходит я. Но, тем не менее, сознательно еду на это. Ночь любви с ребенком стоила совсем не детские деньги. А это прескурант услуг несовершеннолетних моделей. Ночь с 13-летней девственницей. 2000 долларов. Чтобы клиенты могли по прескуранту, как не дико это звучит, заказывать вплоть до цвета интимного белья и заканчивая тех или иных наборов постсексуальных услуг. А это деньги, которые сутенер от детского модельного бизнеса выручил от продажи двух 14-летних девочек. Но даже на допросе Петроковский спокоен. Он не считает свой бизнес преступлением. Засводничество. Цель какая была? Цель. Дмитрия Петраковского приговорили к пяти годам тюрьмы. Замечательные девчонки. Они прощаются с вами. Красота в России 90-х становится выгодным бизнесом. Ее продают и покупают. А в случае ненадобности просто списывают в утиль. Целая индустрия, на которую работают врачи, фармацевты, кино, шоу-бизнес принесла в общество новые законы привлекательности. Соответствовать им теперь мечтают миллионы женщин. И они готовы на любые жертвы, чтобы стать королевой. А какие капканы их подстерегают на этом пути, они чаще всего не подозревают. Это были лихие 90-е. Субтитры создавал DimaTorzok